Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Ну что ж, ребят, приём пищи номер 1, Сильвестер, Сталонна уже готова, на самом деле здесь нет ничего такого необычного, порция очень маленькая, всего лишь 2 яйца, 1 тост, прям такой нужно пригорелый, потому что пригорелый в тосте намного меньше углеводов, именно этим руководствовался Сталонна, ну и также 4 финика в данном случае у него каждое утро и немножечко ягод, ягоды обычные, сезонные, так что 30 кг по белкам тоже немного, мы быстро заточим это, увидимся с вами на приём пищи номер 2, который будет уже намного интереснее, он будет как раз таки перед силовой тренировочкой, поэтому всем приятного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И он всегда, как вы знаете, смеялся, хейтил всякие блочные и новомодные тренажёры, которые в то время, конечно же, были не очень популярными и было какой-то диковинкой, наверняка. Более детально об этом поговорим чуть позже, но прямо сейчас примечаемся к нашему второму приём пище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да есть, в общем, ребятки, как и любой итальянец, Сильвестра Сталона очень любит пасту, поэтому дни, когда он молит, я позволю чуть больше калорий, когда он чуть сильнее потренируется, да, он кушает пасту. Вот, мы тоже приготовили карбонар, вот такой вот, короче, я не говорю, что я там претендую на супер вкусный и красивый, такой эстетичный, но получилось, мне кажется, в принципе, неплохо. Возможно, выглядит, конечно, как что-то расплывшись, все такое. Я скажу, что должно быть вкусно. Вкусно? Ну, короче, я добавил сюда сыр, добавил сюда сливки, бекон, яйца и сама паста. В принципе, всё то же самое, что нужно, но, конечно же, не так всё эстетично и красиво. Но всё же, калорий здесь много, это у нас будет приём виси перед тренировкой. Как раз таки Чит-белый, с того на делу тоже перед тренировкой. Хотя, на самом деле, карбонар сложно назвать этим милым, потому что, ну, баста, с твердых сортов, ну, я запестим сразу же. Так, вот, бекон. Я, кстати, даже бекон не порезал, не знаю, зачем он идёт. Не, одна пушечка вообще чётко. Вот, короче, ребят, как кушаем прямопиши, это второй. Впереди у нас ещё будет два прямопиши как меню, поэтому мы увидимся, скорее всего, уже по дороге в Зальчик. Сегодня, кстати, планируем забрать оборудование, вот, чтобы было больше дисков, чтобы можно было на карантине прям полноценно качаться и прогрессировать, ставить новые рекорды. Так, ребят, ну что, хорошо, сейчас поделим это веки, мы поедем собирать в Зал Атлан Джима некоторое оборудование, ещё возьмём бленов, потому что, как вы знаете, на кладбище, где тренируюсь, сейчас там всего лишь 150 кг максимум на штангу и есть две пары гантелей. Поэтому, что мы сейчас возьмём? Скорее, возьмём гриб, возьмём очень много бленов, для того, чтобы прям можно было ставить рекорды новые, вот, и прогрессировать дальше. Ну, и так будет намного комфортнее тренироваться. И будем сегодня мощно качаться с, наконец-таки, тяжёлыми весами. Вот, 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 что по диску у нас. Что-то у тебя тачка с каждого раза меняется. Так, стараюсь, правда. Стараюсь. Так, ребят, ну что, ключ у нас, короче, сейчас заезжаем Атлан Джим, вдвоём с Олегом. Вот, там никого нет, всё закрыто, мы открываем, забираем все оборудование, короче, и делаем свой зал, да? Да нет, короче. И дополните в комментариях. Кому-то нужны штанги, грифы, недорого, вы пишите, пожалуйста, мы договоримся по цене. Сейчас актуальное, думаю, это предложение. Не, на самом деле, короче, возьмём скорее всю гриф, вот, немножечко блинчика, вот, чтобы чисто нам качаться на время карантина. А потом, конечно же, по окончанию просто всё вернём в зал. Вот так. Давай, Лаван, засмотрим. Иже, мы здесь очень гладко пробрались в зал, сейчас заберём все диски. Короче, я не знаю, какая-то штука, она дверь открылась, вторая не открылась, поэтому мы просто под низом пролезли. Вот, короче, можно взять из блинов гриф, вот, вот, вот так, короче, выглядит залчик, который не работает на карантине. И сейчас, наверное, так выглядят все залы, которые... Я хочу налетать тебе, сразу. Я хочу древнитель, пипец. Ага, я тоже этого ведёшь. Да, тактика, да, скажи-ка классно. О, ты куда? Короче, ребят, сегодня 200 килограмм блинов гриф и вот эту пару гантелек и гирьку. Короче, Олег говорит, что тачка села, пипец. Олег, ты нашёл лучше время для жимать? Смотри. Что там, берётся, да? Давай два блинчика уберём. Да, реально, села тачка. А здесь что ты? Нам нужно сейчас потихоньку максимально ехать, потому что там, ну, расстояние, короче, от колеса до обода, то есть минимально, а еди пора лазить палец. Поэтому дороги в Киеве не самые лучшие, тем более, всякие вот такие вот склоны, всё максимально опасно и некрасиво. Потому что скоростью 5 километров в час будет. Ребят, ну а перед тем, как мы перейдём к тренировке, хочу вам порекомендовать канал Павла Мармеладова. Я знаю, что сейчас на Ютубе очень сложно поднимать фитнес-каналы, и это крайне обидно, потому что Павли реально стараются, снимают очень крутой фитнес-контент. Видео выходят регулярно, они смешные, они познавательные, и они в целом очень классные. Поэтому давайте перейдём по ссылочке в описании, обязательно подпишемся, по крайней мере, заценим его очень крутой и интересный контент. Ну а мы с вами продолжаем. О тренировках в себе с Ростоломом можно говорить, конечно же, очень много, но неотъемлемым фактом является то, что длительное время он тренировался под руководством именно Франко Коломбо. Это значит, что в его сплит уходили, конечно же, базовые упражнения, они были взяты за основу. К примеру, вот максимум у жима лёжа его был 181 килограмм. Тогда он был на пике своей формы, на пике массы и на пике мышечных кондиций, кстати, питался он тогда по этому рациону. Вот, это, конечно же, очень внушительные результаты. Атлетам зачастую весом примерно 80 килограмм, такое сделать очень сложно. Но если говорить о сушке в кардиотренировках, то Слайс всегда предпочитал минимализировать кардио, да, даже вместо некоторых пробежек он делал просто силовые тренировки для того, чтобы не сжигать свои мышцы, да, не пережигаться, а лишний раз покачаться, поднимать веса, и таким образом он сжигал калории. Ребят, мы продолжаем тренироваться, намного больше информации о силовых рекордах с Талоной вы можете видеть на канале моего друга Андрея Лусенко, ссылочку вставлю в описании, обязательно. Ну а я продолжаю, короче, пампиться, качаться, увидимся с вами на последнем прямой пище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все по кайфу, все четко. Сейчас идем домой, кушать третий прям пище, сильвестра, столовая. Но прежде как сказать, что, что, а, ноги начал качать, наконец-то, потому что куриные ноги все пишут, как вы знаете, потому что вы пишите, что у меня куриные ноги. Поэтому качаюсь их два раза в неделю, вот, даже начал приседать в бинтах. В этом жальчике, конечно, неблагоприятные условия, чтобы приседать, потому что полный ровный, но все же я стараюсь, и в бинтах вроде бы как идет неплохо. А сейчас вот эти фрагментики увидите. Да, фон, кстати, это нормально, что я иду, и на фоне, короче, у меня кладбище, гробы всякие. Но как бы на секундочку, этот зал Рот из Дрим находится на самом большом кладбище Европы. И оно, короче, одно из самых старых, называется Байковое кладбище. Кому интересно, можете загуглить, вот, но я думаю, это особо никому не интересно. В общем, полетели за нашим третьим приемом пищи. Ну что, ребята, что время нашего третьего приема пищи, приема пищи после тренировки. В общем, по поводу спортивного питания, кстати, не так много информации, но все же, в связи с тем, что он принимал протеина добавки, иногда порошки, вот, и на протеин в качестве замены какого-то из приема пищи, да, если он не успевал из-за столь загруженного графика. Ну и также он принимал витамины, вот, и витамины есть. Кстати, по поводу витаминов, ребята, я использую всегда мой протеин, вот, они всегда на страже моего иммунитета. И вроде бы как все еще работает. По крайней мере, я снимаю это видео, и это значит, что у меня нет еще карамба вируса. Поэтому ссылочка на мой протеин, промокод на скидочку, вот здесь указан, вот, обязательно зайдайте. Ну, мы с вами начинаем готовить прием пищи номер 3. Сейчас приготовлю, и уже сам расскажу, что там побежу, и что сейчас туда мы уходим. Да, спасибо, пока. Короче, ребят, у нас прием пищи номер 3, здесь у нас 58 грамм джетаина, 300 грамм курицы, вот, волны водоросом 7 чуть-чуть, то есть 50 грамм здесь может этого ягод, поэтому, ну, все практически идет, что переварилось в свой расходится. Ну, и также клетчаточка тоже, все красиво, много зелени, много чего есть полезного здесь. Привет. В общем, ребят, колу зелё, он, короче, я не пил, вот, но я, как бы, вам, не сервезр, а потом колу пью. И также хотел сказать небольшой лайфхак такой, когда слайд не наедался прям прям в пищу, да, и он хотел кушать для того, чтобы насытить свой организм, он кушал обезжиренный творог, там, чтобы 0% было, вот, вместе с медом, поэтому в конце прям в пищи, которые вот не насыщали его, он кушал творог, вот, скорее всего, сегодня вечером мы сделаем точно так же. А пока кушаем этот, всем приятного, и мне приятного, кто не кушает, то обязательно кушать. Ну что же, ребят, у нас последний прям в пищи, и прям в пищи номер 4, если левестер столовно уже готов, он использует либо же стейк лятины в качестве 4-го прям в пищи, либо же филе рыбы, мы используем рыбу, также слад, шпинат, наша старая история, и 2 тоста твердых сортов пшеницы, хлеб который. Что вообще хочу сказать еще? А, по поводу бараганта, напомнить, что если он не надо, если он кушает творог 0% вместе с медом, в принципе, на протяжении всего дня это у него безграничено, потому что белок, он никогда за ним садит, то есть чем больше, тем лучше. Ну а мы тем временем сами кушаем прям в пищи, и пришло время сделать выводы по этому рациону. Так, ребят, ну что, пришло время протестировать нашу рыбу, готовлю ее не так часто на самом деле, поэтому все время интересно очень, как получится. Так, кстати, на утре получилось даже очень неплохо. Нет, топчик, на самом деле, млекаться от рыбы нельзя, невозможно испортить. Поэтому работаем. Ну что, ребят, пришло время заканчивать наше видео и делать выводы. Могу сказать одно, что солонок кушал крайне много белка, и очень мало углеводов в своем рационе. Такого количества углей, конечно же, мне было недостаточно. Я октоморф, я дрыщ, и мне нужно хоть чуточку больше для того, чтобы существовать на этой планете. Вообще, самого Сильвестра Столна я очень уважаю, с самого детства его смотрел. Он мотивировал меня как сознательно, так и подсознательно, наверное. Поэтому это видео мне было снимать очень приятно. Ну, в свою очередь, обязательно, конечно же, пишите в комментариях, чей рацион мы снимем в следующем видео. В нашей уже традиционной рубрике рационов знаменитых людей, и не только. Вот, пришло время, короче, наобращаться. Желаю всем вам самого всего хорошего. Не болейте самое главное карамбовирусом. Увидимся в следующем видео. Все, всех обнял, пока.